МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости седьмого канала. В студии Евгения Петренко. И главная тема к этому часу. Ошибка на полмиллиона. Вот получается по документам, что как должен быть паспорт, что биометрический код прописан. А вот получилась у ребенка одна строчка. Красноярская семья продала автомобиль, чтобы съездить на море, но едва не лишилась сына. Почему помочь им готовы были тайцы, пока в Красноярске молчали? Вооружен, но не особо опасен. Важная информация. В районе свободно гуляет человек с оружием. Красноярцев напугал мужчина с обрезом в руках. Он гулял по правобережью несколько дней. В местных школах подняли шумиху. Эх, дороги! Здесь были дыры и был помят в дисках. Например, такая вмятина. Красноярцы оставляют колеса в ямах на городских магистралях. Некоторые не дожидаются ремонта и сами латают дыры. Реально ли отсудить компенсацию за испорченный автомобиль? Второй день рождения. Молодец, молодец. Молодец, сейчас поможем. Северянин в свой юбилей сутки просидел в снежной пещере. Отмечать праздник он там не планировал, но так получилось. Красноярская семья с маленьким ребенком потеряла почти полмиллиона рублей и два не угодила в тюрьму в Таиланде. По словам туристов, произошло это из-за ошибки в паспорте ребенка и халатности пограничников. Чтобы показать ребенку море, отец продал дорогой автомобиль, но поплавать семье так и не удалось. Кто ответит за сорванный отдых, расскажем в следующем сюжете. Вот получается по документам, что как должен быть паспорт, что вот этот биометрический код прописан, а вот получилась у ребенка одна строчка. Об эту строчку в дребезге и разбилась мечта семьи Бурак повторно отдохнуть в Таиланде. Документы супругов Марии и Евгении на границе вопросов не вызвали, а в паспорте двухлетнего сына Саши нашлась техническая неточность. Ее обнаружили пограничники еще в Красноярске, однако изъян не стал преградой для вылета на Пхукет. Но все было плохо. По прилете в жаркую страну начался ад. При прохождении границы семью Бурак задержали. Тайцы решили, что Евгений и Мария похитили ребенка. Паспорт к лицу подкладывают, рядом с нами паспорта вот так сверяют. Видимо на то, что у нас ребенок как две капли воды похож на нас, из-за этого не отобрали ребенка. А вообще потом выяснилось, что они могли забрать ребенка, а меня вообще посадить в тайскую тюрьму для выяснения обстоятельств. Убедившись, что ребенка никто не похищал, тайцы пытались помочь туристам решить проблему и остаться в королевстве. Если наша таможня нас пропустила, они должны были отправить сопроводительный документ, что якобы паспорт действителен, но есть небольшая опечатка. Тайцы, наверное, раза три, наверное, точно они делали запрос. Ответа, соответственно, от России никакого не поступило, от нашего посольства России. Они дали какой-то номер дежурного консула мне. Я звонил ему, писал в WhatsApp консулу этому. Галочки появляются, что он прочитал сообщение, но реакция никакой. В итоге тайская сторона вынесла туристам неутешительный вердикт – депортация в Россию, ни еды, ни воды купить не дали. Словно преступников завели в самолет, а паспорта передали старшему бортпроводнику. Из страны тысячи улыбок семья Бурак улетела в слезах. Для меня самое страшное, ну, во-первых, я поняла, что уже все, мы летим обратно, что ничего не изменится. И когда он начал просить кушать, и нам сказал мальчик, что извините, на вас типа нет еды. И все, вот в этот момент уже все, там полились слезы. Сашка плакал, я, муж тоже. Пилоты с бортпроводниками сжалились и отдали маленькому Саше свою еду. Проведя больше суток без сна и отдыха, туристы посреди ночи приземлились не в родном Красноярске, а в Новосибирске. Пришлось снимать квартиру и покупать билеты домой. Сгоревшая путевка на Пхукет обошлась в 200 тысяч рублей. Ради того, чтобы маленький сын увидел море, отцу пришлось продать машину. А сейчас еще и расходы на юриста. Евгений и Мария судятся с пограничниками и с подразделением МВД, где выдали паспорт. Дело в Центральном районном суде слушается. Два заседания уже было. Первое ознакомительное. Второе еще сбор доказательств. То есть стороны, естественно, отрицают свою вину. Наши чиновники, наши компетентные органы должны отвечать за свои действия. Был случай несколько лет назад в Новосибирске. Я занималась, когда в Королевстве Вьетнам ребенка забрали у родителей до выяснения обстоятельств. В случае семьи Бурак цена чьей-то ошибки обошлась почти в полмиллиона. За большое разочарование Евгений и Мария просят 2 миллиона морального ущерба плюс сумму компенсации. Мы сделали запрос в городской МВД, однако оперативно прокомментировать случай там не смогли, сославшись на то, что паспортный стол по понедельникам не работает. Добиться ответа от пограничников тоже не удалось. Найти того, кто бы смог прояснить ситуацию там не смогли. Мы направили им официальный запрос. Елисей Савлюк, Виктория Мартоник и Дмитрий Комаров. Седьмой канал. Стало известно, где в Красноярске могут построить вторую мечеть. Сейчас в мэрии рассматривают два участка. Об этом глава города Владислав Логинов рассказал в интервью НГС-24. Он заявил, что уже встречался с муфтием Гаязом Фаткулиным. Тот попросил выделить землю в районе Кузнецовского плата на правобережье, либо за северным шоссе в районе Солонцов. Также городоначальник рассказал, что пока мечеть будут строить, мусульманам могут предоставить дополнительное место для совершения намаза. В мэрии сегодня заявили, что окончательно вопрос еще не решен. На это может понадобиться несколько месяцев. Напомним, в начале марта красноярские мусульмане записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину. Они пожаловались, что им недостаточно одной мечети в городе и попросили помочь выделить землю под ногу. Вооруженный мужчина, гуляющий по правому берегу, напугал красноярцев. Неизвестного, как предполагают люди с обрезом, в руках заметили на выходных на улице Матросова. Фото и видео мгновенно разлетелись по общедомовым и школьным чатам. Родители детей сегодня провожают и встречают занятия. Наш корреспондент Евгений Назарчук побывал на месте и поговорил с местными. Важная информация. В районе свободно гуляет человек с оружием. И гуляет он уже не первый день. Зволнованная Оксана показывает в своем телефоне пугающее сообщение. В нем говорится, что где-то в Свердловском районе ходит мужчина с обрезом. Оксана переживает и, чтобы, не дай бог, не произошло беды, поехала встречать своего ребенка из школы. Боимся, конечно, потому что все работаем. Утром ребенок пошел, наказала ей, смотри внимательно, одна не ходи. Будут приставать какие-то, говорю, беги, бегом, кричи, что пожар. Там непонятно, вроде как оружие, как обрез или автомат какой-то, черт у него знает, что-то у него. Все, что мы знаем. Знаем, что вот тут на днях его. Вчера, по-моему, видели где-то Матросова 4, Матросова 6, шел в сторону эпицентра. Изначально, говорят жители, подозрительного мужчину видели в субботу на автобусной остановке агентства Аэрофлота. Позже, уже в воскресенье, он прогуливался во дворах рядом с детскими площадками на Матросова. Очевидцы начали массово распространять фото и видео подозрительного незнакомца в соцсетях. В комментариях люди предположили, что в его руках могло быть что угодно. А может он от собак для самообороны воздушку носит? Если с собаками порядок не наведут, скоро все так ходить будем. Этот мужик второй день продолжает ходить в районе Матросовой-Кольцевой. Родители одноклассников пишут, что его не успевают задержать. Он уходит. Полиция при этом попросила не распространять информацию, чтобы панику не наводить. И еще сказали, с чего вы взяли, что у него оружие в руках. И действительно, по видео непонятно, что конкретно несет мужчина. Вот стоп-кадр, который жители пересылают друг другу. На укрупненном изображении видно лишь то, что это что-то темное и продолговатое. Был ли это обрез или другое оружие, пока неизвестно и полицейским. Сообщений о каких-либо противоправных действиях со стороны данного мужчины не поступало. Сейчас участковые полномоченные полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на восстановление личности данного мужчины, а также на восстановление предмета, с которым он прогуливался. Сейчас полицейские поквартирно обходят дома и опрашивают всех возможных свидетелей. Любая зацепка может им помочь понять, кто это был и что было в руках. А пока мужчину ищут, люди с опаской ходят по улице и стараются не отпускать своих детей одних. Евгений Назарчук, Павел Иваницкий, 7 канал. Студентка СФУ умерла сегодня во время занятий. Трагедия произошла в корпусе на улице Керенского. Девушке было 22 года. По предварительной информации, студентка погибла от приступа астмы, которая болела с детства. У нее закончился ингалятор, подруги побежали за ним в аптеку, но не успели. Как и скорая помощь, которую вызвали работники университета. В полиции рассказали, что заявление о гибели студентки им поступило. Густой столб черного дыма напугал сегодня жителей микрорайона Черемушки. Сначала показалось, что загорелись склады шинного завода. Но, как рассказали в краевом МЧС, на территории вспыхнула нелегальная свалка. Огонь охватил 50 квадратных метров. Был риск распространения на ближайшие здания автомобиль. Но спасатели этого не допустили. На место приехала экологическая лаборатория, чтобы проверить качество воздуха. Превышение по вредным веществам не зафиксировали. Кто-то оставил в яме колесо, кто-то боится ездить из-за камней, летящих с дороги. В Красноярске уже идет дорожный ремонт, но пока с переменным успехом. Одни жители ждут, когда на их улице будет техника, другие скидываются на подсыпку из своего кармана. Наш корреспондент Наталья Архипова сегодня проехалась по городским магистралям, а также узнала, как действовать, чтобы отсудить компенсацию за испорченную подвеску. Поздно вечером Красноярка возвращалась домой на машине и осталась без колеса. Если быть точнее, сразу без двух. Прослужили они всего сезон. Купила Галина зимнюю резину только прошлой осенью. На улице партизана Железняка заехала в яму. Только потом заметила коллег по несчастью. На краю дороги пара автомобилистов накачивали колеса. Там, получается, была на средней полосе яма размером, но она была очень глубокая. Я ее не заметила и наехала левым колесом на нее. Зачем у меня колесо сразу же сдулось, продырявилось, машина начала водить влево. Теперь мне нужно купить еще два новых зимних колеса, потому что одно на выкид, второе, но они должны быть одинаковые. Галина за рулем два года, но в такой ситуации впервые. Говорит, если бы знала, поборолась бы за компенсацию. Но если хотите возместить ущерб, торопиться ехать в сторону станции техобслуживания после такой аварии точно не стоит. Прежде всего, если человек попал в какую-то неприятную ситуацию с ямой, оврагом, на дороге, факт это необходимо зафиксировать, засвидетельствовать. Желательно свидетели, фото, видео, фиксация и сразу вызывать наряд ГИБДД. После составления протокола необходимо обратиться в оценочную компанию, произвести оценку ущерба. После со всеми документами обратиться с претензией к организации, обслуживающей дорогу, либо к владельцу, например, к администрации города. Если не поможет, тогда уже идти в суд. Можно заметить, на популярных участках ситуация меняется. На той же партизана-железняка ту яму уже ликвидировали. Но вопросы к дорожникам остаются, особенно у жителей окраины. На Борисевича, например, засыпали ямы мелкими камнями, которые то и дело летят в сторону проезжающих авто. А это улица Дружбы, скорее похожая на полосу препятствий. Подлатали и многострадальную Баума на улицу, которой каждый год, каждый сезон нужен ремонт. Вот подсыпали буквально неделю назад, и здесь уже снова образуются ямы. Есть красноярцы, которые даже и такой подсыпки не дождались. Жители микрорайона Мясокомбинат, где мэрия и частный владелец участка дороги не могут договориться, недавно скинулись и сами вышли с лопатами, чтобы разровнять дорогу. А тех, кто точно дождется ремонта летом, можно увидеть на интерактивной карте от мэрии. Среди больших участков здесь, например, Семафорная, Лесопильщиков, Северное шоссе, Копылова. К этому списку еще могут добавиться и другие улицы. Наталья Архипова, Валерий Чащин, Седьмой канал. И страдает не только ремонт дорог, но и их уборка. Красноярцы сняли на видео, как Бродвей поднял столбы пыли на улице Рейдовой. Выяснилось, что водитель уборочной машины не заметил, что у него закончилась вода и продолжил мести улицу. В мэрии уже отреагировали на инцидент. Заявили, что не будут платить подрядчикам за пыльную уборку. Также будут заставлять переделывать работу. Северянин отпраздновал свой день рождения в Снежной пещере. 55-летний житель Дудинки не смог выбраться оттуда целые сутки. Мужчина выехал на снегоходе из Дудинки домой в поселок Усть-Порт. Спустя 12 часов, когда отец так и не появился, его сын забил тревогу и обратился в полицию. Искали пропавшего несколько часов. Сначала обнаружили заметенный снегоход, а потом увидели и самого мужчину. Он рассказал, что из-за непогоды сбился с пути и решил подождать, когда закончится метель. Хотел найти укрытие, но провалился в яму и его замело. День рождения житель края провел в тундре в пещере под снегом. Сотрудникам полиции большое спасибо. То, что они меня нашли. И интерес. Откопали меня. Сейчас сижу я дома. Спасибо вам. Дай бог вам всем здоровья. Ребенка за рулем Мерседеса заметили в Красноярске. Видео, где мальчик управляет элитной иномаркой, снял один из автомобилистов на 2-й Брянской. На нем видно, что ребенок сидит на коленях у папы и держится за руль. В ГИБДД рассказали, что мужчина не только давал порулить двухлетнему мальчику, но и выезжал на встречку. Нарушителем оказался 38-летний красноярец. На него завели два административных дела за нарушение ПДД и неправильную перевозку ребенка. Также мужчину ждет проверка за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Машина вспыхнула на парковке в Академгородке. Первые медведи проснулись, а красноярский стоматолог Дарья Звездина вышла в полуфинал вокального шоу. Об этом и не только. Расскажем далее в двух словах. Китайский автомобиль Джили Атлас Про вспыхнул на парковке в Академгородке ночью. Пожар охватил переднюю часть машины. В комментариях в соцсетях очевидцы благодарят местного охранника, который до приезда пожарных пытался потушить огонь. На соседний автомобиль он так и не перекинулся, а пострадала только фара. Точную причину возгорания в МЧС еще не называют. Есть версия, что это самовозгорание. Сезон пала травы в крае набирает обороты. Первый случай зарегистрирован на выходных в Железногорске. Из-за неосторожного обращения с огнем сгорело 17 гектаров. А в Минусинском районе огонь охватило огромное поле. Из-за сильного ветра по сухой траве пожар распространился быстро. Его площадь составила 100 гектаров. Специалистам на помощь пришли 4 добровольца. Вместе справились с огнем за 3 часа. В крае проснулись медведи. Судя по сообщениям жителей, из пячки косолапые уже вышли в нескольких районах. Например, в Манском, Ужурском, Балахтинском и Емельяновском. Последнее сообщение о следах диких зверей из Дивногорска. А там дачник нашел отпечаток огромной лапы на снегу. В МЧС предупреждают, голодные животные особенно агрессивные. Если соберетесь в турпоход, возьмите на всякий случай свисток или трещотку, чтобы отпугнуть медведя шумом. Красноярка Дарья Звездина прошла в полуфинал шоу «Голос». Она исполнила песню «Я твоя» Полины Гагариной, в чьей команде и стартовала в проекте. Но в нокаутах наставница выбрала другого участника, а Дарью в свою тройку взял Владимир Пресняков. Красноярка получила за выступление от наставника 30 баллов и набрала 50% голосов телезрителей. Полуфинал пройдет в прямом эфире в эту пятницу. Отметим, Дарья Звездина живет в Красноярске и работает стоматологом. Новая неделя не порадует красноярцев солнечной погодой, но при этом будет достаточно тепло. Во вторник днем синоптики обещают плюс 6, без осадков, ночью 0 градусов. В среду потеплеет до плюс 11, осадков также не обещают, но ночью похолодает до минус 3. В четверг ситуация похожая, днем плюс 13, облачно, без осадков, а ночью 0 градусов. В пятницу погода немного испортится, синоптики прогнозируют дождь. Но температура останется комфортной, плюс 12 днем и плюс 4 ночью. В субботу также небольшой дождь и станет немного прохладнее. Днем плюс 8, ночью плюс 2. А вот в воскресенье погода хороша для прогулок. Осадков не будет, на небе облачно с прояснениями. Днем 13 градусов тепла, ночью 0. Режим повышенной готовности ввели сегодня в Красноярском крае, чтобы оперативно реагировать на возможное осложнение обстановки с паводками и пожарами. Ситуацию обсудили на заседании президиума правительства края. Специалисты круглосуточно следят за обстановкой в территориях. С начала пожароопасного сезона произошло уже больше 20 палов сухой травы. По каждому из этих случаев проводятся проверки, чтобы установить и наказать виновных. С потеплением подтопления фиксировались в 23 муниципалитетах. Если обстановка станет хуже, в регионе подготовлен 241 пункт временного размещения. Как подчеркнул глава региона Михаил Котюков, сейчас важно внимательно контролировать потенциально опасные участки и нужно быть готовым к эвакуации жителей в случае возможного подтопления населенных пунктов. Также губернатор поручил организовать сбор гуманитарной помощи для жителей, пострадавших от паводков регионов. Такой штабной режим у нас уже не первую неделю функционирует. И, сходя из того, что вы докладываете, этот режим себя оправдывает. Мы видим, к сожалению, к чему приводят паводки в привозном федеральном округе. Масштабы последствий колоссальны, ущерб огромный. Театральный триумф. Сразу четыре красноярских спектакля стали победителями престижного конкурса. Какие театры попали в шорт-лист и с чем объясняют успех постановок театральные эксперты, об этом в нашем следующем репортаже. Мы новые колумбы. Мы гениальные воспудители. Мы семена нового человечества. Вот так словами одного из персонажей можно описать постановку театра Пушкина «Хождение по мукам», премьера которой состоялась четыре месяца назад и уже очень полюбилась красноярскому зрителю. Оценила работу и профессиональное жюри. «Хождение по мукам» – один из победителей девятого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». По словам экспертов, в этом году все участники показали высокий уровень. Кто-то поставил классические произведения, кто-то сделал ставку на современные тексты. Это всегда возможность для нас, собственно говоря, познать разнообразие театральной афиши, театральной палитры нашей большой страны и ее восточной части. Любой фестиваль, любые гранты – это возможность куда-то на какую-то новую ступеньку шагнуть театру. Это всегда какой-то праздник, редкость, скажем так, раритетность в этом есть. В этом году на конкурс заявились 32 спектакля из пяти регионов присутствия золотодобывающей компании «Полюс». В шорт-лист вошли сразу шесть постановок. Все они были признаны победителями. Что касается нашего региона, кроме театра Пушкина, победу в конкурсе одержали также спектакль «Легенда» о великом инквизиторе театра «Кукол» и постановка «Ясона Медея» театра на крыше. Также в число победителей вошел спектакль «Волчок» Шарыповского драматического театра, поставленный на средство прошлогоднего конкурсного гранта. Театральная школа в Красноярском крае необыкновенно высокого уровня. Театры очень разные по формам, которые они представляют, но уровень неизменно высок, причем это уровень федеральный. Кроме спектаклей нашего, края жюри отметила также постановки из Якутска и двух городов Иркутской области Черемхова и Ангарска. Все победители разделят между собой семимиллионный грант, а три постановки покажут в нашем городе на фестивале современного искусства «Территория Красноярск», который пройдет с 5 по 11 июня. Мы всегда стараемся сохранить, вот это сейчас очень такое модное слово, мультижанровость фестиваля. То есть мы стараемся, чтобы территория была не театральным фестивалем исключительно, а все-таки фестивалем перформативных искусств. Будут на фестивале и специальные гости. Известная актриса Юлия Персильд вместе с Оркестром Красноярской филармонии прочитает Пеппи для начала, как гвоздем программы станет театр на Таганке, который покажет свою премьеру «Фигаро». Также в рамках фестиваля пройдет выставка театральных афиш и поэтический турнир. А еще актеры и специалисты в области театра смогут посетить образовательную программу. Ксения Гречихина, Григорий Горячих и Павел Иваницкий, 7 канал. Спонсор прогноза погоды – сеть джинсовых магазинов «Шериф». Стильные, яркие образы в духе большого города. И теперь информация о погоде. Во вторник, 16 апреля, в Красноярске переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ночью около 0 градусов, днем до плюс 6. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайберы ватсап номер 8 391 2 900-333, а также в чат Телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. В студии для вас работал Евгений Петренко. До встречи.